Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске 9 мая состоится зум-конференция на тему «Общая ситуация в Западной Армении». 3 мая 1920 года правительство Аргентины признало независимость Республики Армения. Чавушоглу рассказал о возможности создания комиссии по уточнению армяно-турецкой границы. Интервью с историком Ашотом Арутюняном. Есть риск потерять действующую в Константинополе больницу Сур-Пыркич. В Вене пройдет международная конференция по вопросу памятника Варцаха. Рукописный сборник Муша. История о гигантской рукописи. Уважаемые соотечественники, приглашаем вас принять участие в седьмом заседании онлайн-конференции на тему «Общее положение Западной Армении». Спикер конференции – президент Западной Армении, председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абраамян. Конференция будет проходить на армянском языке. Начало 5 мая в 21.00 по ереванскому времени. Чтобы получить приглашение к участию, вы должны зарегистрироваться по ссылке на нашем официальном сайте. Однако многие, наверное, не знают, что 3 мая 1920 года Аргентинское государство во главе с Ипполитой Иерогейном признало Армянскую республику – Западную республику свободным и независимым государством. Май – это месяц в общей истории Аргентины и Армении, Западной Армении, который навсегда объединил два свободных государства благодаря руководству армянской общины Аргентины. Статья полностью доступна на нашем сайте. Министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавушоглу коснулся третьей встречи спецпосланников, которая состоится в рамках процесса диалога Армения-Турция. По его словам, они также обсудят различные шаги, которые могут быть предприняты в рамках предстоящего процесса на третьей встрече в Вене. Была договоренность об уточнении границ еще раз. Как это будет сделано? Например, будет ли она создаваться совместной комиссией? Решили создать совместную комиссию с Азербайджаном, сказал он. Может ли это быть одним из результатов восстановления дипломатических отношений без предварительных условий? В эфире телеканала Western Armenia TV историк Ашота Рутюня рассказал о территориях, оккупированных Азербайджаном после 44-дневной войны и общих ожиданиях населения, отметив, что после переезда в Армению только правительство Западной Армении защитило их права. Соответственно, он посоветовал правительству Республики Арцах сесть за стол переговоров с правительством Западной Армении. Историк подробно представил основные вопросы, волнующие жителей, и вопрос о строительстве отдельного поселения, что позволит сохранить колорит города Шуши. Армяне Константинополя обеспокоены потерей больницы Сурп-Пыркич. В 2013 году власти Турции отменили действующий регламент проведения выборов в фондах национальных меньшинств. Главный редактор армянского еженедельника ОКОС Баграт Ястукян сказал, в то время в армянской больнице Сурп-Пыркич, которая имеет статус фонда, выборы были приостановлены. Сейчас ходят слухи, что может быть новый устав, но все равно мы не сможем провести выборы исполнительного совета больницы. Это может быть попытка захватить наше учреждение. Речь идет о 188-летнем учреждении, которое община считает национальной больницей. В Вене пройдет международная конференция по памятникам Арцаха. Об этом сообщает Первопрестольная. С 13 по 14 мая пройдет конференция на тему «Культура в конфликте. Южный Кавказ сегодня». На карту поставлено сохранение армянского наследия на территориях, оккупированных Азербайджаном после 44-дневной Арцахской войны. Рукописный сборник Муша образовался в конце 12 века. В 1205 году он был перенесен в апостольский монастырь в Муши, став одной из главных святын монастыря. Он оставался там до 1915 года. Помимо резни армянского народа, турецкие погромщики уничтожили рукописи. Один из них – 28-килограммовый пергаментный великан рукописный сборник Муша. В 13 веке, когда в Верхней Армении процветало искусство письма, самым известным центром был Ерзинский монастырь, где была написана рукопись. В нем было 660 листов, каждый из которых был сделан из одной кожи. В настоящее время 601 находится в Матенадаране Еревана, 17 хранятся в Венеции, 1 – в Вене. Далее для вас армянская народная песня. Далее для вас армянская народная песня. Далее для вас армянская народная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok